Девушки отдыхают Дмитрий Мельник. Так что же случилось с сыном Клочков в ту роковую новогоднюю ночь? И кто же убийца? Таня, так все-таки ваш муж убил Инну? Нет. Как нет? Нам дали поговорить 10 минут. После ареста? Да. Он клявся, божився, говорит, я ее не убивал, я ее оставил, она была жива. Так что же он вам рассказал? Он был пьяный. Потом, когда я спросила, что с машиной, он сказал, что на что-то там наехал, и меня, кажется, скинуло. То есть вас не было в машине в ту новогоднюю ночь? Нет. Я дома была. Я спала. Я легла спать, я заснула. Я не слышала, когда он уходил из дома. Таня, Василий, давайте установим события той новогодней ночи. Вы праздновали вместе? Да. До какого-то момента, потом что было? Мы приехали домой, я разделась, лягла спать, он еще пошел покурить, ну, я так понимаю, понимала, что он тоже ляже спать, но оказалось, что он не ляг спать, он взял машину и где-то поехал. Значит, он сел за руль и поехал, и именно тогда он сбил Инну? Да. И что происходило дальше с Белоной, ну, и что было дальше? Что он вам рассказывал? Каже, я взлякался, ну, вона была жива, мы с ней говорили, про что они говорили, ну, я не знаю, не рассказывал. Сказал, что он ей, каже, я ее куда-то отвез. Он не знал, куда он ее отвез? Ну, где-то, ну, где-то он ее покинув. Говорят, что он ее высадил, эту женщину, в лесу. Это сосов самого Дмитрия, насколько я понимаю. Мы поругались, каже, я ее высадил из машины, я тут недалеко, каже, добираюсь. А почему? Значит, они или знакомы были, или как? Почему они поругались? Как я могу с посторонним человеком поругаться? Алексей, он обязан был довезти ее до больницы, быть мужиком, не побояться ответственности. Элементарно. Ради спасения жизни. Я с вами вполне согласен. Вот вы, вот как поступили бы вы, если бы это была бы не другая женщина, а ваша сестра, мать, дочка? Как вы бы отнеслись к его поступкам? Я понимаю вас прекрасно, но дело в том, что человек был живой. Да при чем тут живой? Сейчас мертвый. Совершил ДТП, наезд, бросил в лесу, убежал. Где совесть, где порядочность? Я с вами согласен. Значит, Тань, давайте теперь разберемся о том, как вы узнали, что ваш муж Дмитрий убил человека. Вроде как убил человека. Он вам сам рассказал об этом? Нет, 6 числа на святый вечер приехала милиция с обыском. Что искали? Какий телефон. Но дома они ничего не знали. А телефон был при Диме? Да. Ну, так, насколько я тоже знаю, то телефон нашли у него. Очевидно, высадив Инну там, у леса, он, очевидно, забрал ее еще телефон. Я не знаю. Ну, если потом телефон Инны нашли у Дмитрия вашего. Ну, если бы она присутствовала, там, может, она это знала. Ну, логично. Василия, разве не получается, что мы можем допустить, что высадив в лесу женщину после ДТП, он забирает телефон себе. И по телефону же вашего Дмитрия нашли именно поэтому и приехали к вам. Алексей, здесь какая-то ложь. Потому что женщина была сбита в том населенном пункте, в котором она проживала, насколько я понимаю. Какая проблема была отвезти ее домой? Очевидно, все-таки она уже и не разговаривала, и не ходила. И он как тело ее погрузил, вывез и забрал телефон. Почему в лес они к ней домой ее везли? Дело в том, что телефон, телефон, он был на 99-й, на Жигуле был. А телефон нашли, насколько я слышал, что его нашли. В машине, в которой она была сбита, правильно? Нет. Нет? Не в той машине. А в какой? Вообще в другой? В другой машине нашли чисто... А, телефон перелетел, да, с одной машины в другую машину? Да, перелетел в бус. И его там нашли, да. Уважаемый, вы что, считаете нас совсем уже того? А на каком основании? Я понимаю, что вы защищаете своего родственника. Подождите, как бы с одной машиной перелететь в другую машину? Я не защищаю. Послушайте, это ваш родственник. На то, что его подбросили. Либо он его перенес туда сам. Так, значит, он все-таки оставил себе телефон. Вы знаете, может быть, возможно, в одну машину избил, а в другую машину пересадил ее с телефоном, и случайно машина оказалась там в телефоне. Забыла. Или забыл, не нашел телефон. И, соответственно, рабочий телефон можно элементарно вычислить. Человек в пьяном виде может соображать, какие-то нюансы делает. Отлично соображает. Пьяный человек, совершив убийство, или аналогичное преступление, трезвейд моментально. Он начинает понимать, что он сделал, что натворил, и пытается уйти от ответственности. И таким образом полуживого человека выкидывает в лесу, забирает телефон, чтобы человек мог позвонить в скорую помощь. Понимаете, это цинизм. Цинизм в высшей степени. А это правда, что тогда пришла милиция задерживать вашего мужа, а вы стали заявлять, что именно вы были за рулем машины? Я сказала, что я потрапила в ДТП, думаю, что это моя машина, но, мало ли, я ехала и потрапила. Так вы знали об этом ДТП? Вы же сказали, что вы ничего не знали. Нет, нет, нет. Я первого числа машину то побачила, я сказала, что я ехала и от я вдарилася, от и все. Думаю, ну это моя машина, но он же не сказал, что он сбил человека, что вот такая ситуация, что он сбил, он кого-то ввез. Я просто понимаю, думаю, он мне сказал, что я, ну, меня скинуло, я вдарился, что-то твердое вдарился. Ну я говорю, что это моя машина, я на ней ездила и от меня скинула. А потом уже мне сказали, что потом уже мне объяснили, что такая ситуация, вот, люди нас биты. Значит, вы, когда только появилась милиция, вы подумали, что почему к вам пришли? Из-за помятого крыла. Да. Да. И вы действительно были уверены... А порога. Бока, да, порога. Но при этом вы были уверены, что из-за помятого порога обычно приходит милиция. Не затрудняюсь. Может быть, вы все-таки знали гораздо раньше обо всем? Нет, нет. Вот тут такая у нас появилась версия рабочая, да? А скажите, Татьяна, а может быть, это вы совершили ДТП? Нет. А вызвали мужа, он приехал на той машине, загрузил потерпевшую и вывез. Нет, я рассказываю. Мы приехали... Нет. Вы сначала признались, совесть замучила, а потом подумали, что сядете. Дело в том, что здесь же ребенок есть еще. Конечно. И, естественно, детям нужна мать. Мать. И муж решил, что лучше вы оставь по свободе, а он сядет. И смотрите, скорее всего, женщина была мертва сразу от первого же удара. Насколько я понимаю, на теле, кроме удара от машины, есть еще побои. А это говорит о том, что труп, пока он был еще мягкий, не затвердевший, грузился, скорее всего, либо в багажник, либо бился об жесткие предметы. Значит, кровь нашли в машине? Если она получила какие-то увечья, значит, она должна была оставить, по крайней мере, кровь какую-то там. А тем более, если была жива, она должна была держаться за ручку, за сиденье. Когда приехали машину глядать, это предисловие, скажу, мы выращивали свиней и продавали мясо. В багажнику я застеляла, ну, не я, а мы застеляли бумагой багажник, и вот положили туда мясо, чтобы кровь не протекала. Когда они пришли оглядать, они увидели, ну, вот, увидели эту бумагу. Я им объясняю, что это, ну, свинная кровь. Они говорят, ну, экспертиза покажет. За эту экспертизу, ну, за эту кровь, я не знаю, что экспертиза показала. А кроме багажника была еще кровь в салоне, к примеру? Не. Салон был чистый. Ну, не было заляпано, никогда ничего. А муж перевозил, ваш Дмитрий перевозил, ну, в багажнике, что ли? Откуда я знаю, давние. А на бампере была кровь? На левом криле, когда уже опиляли машину, мне уже показали кровь на левом криле. Ну, я ее не побачила. Вот именно, когда уже начали... То есть до 6 числа вы вообще не видели этой крови на бампере? Ей не было видно. Только тогда, когда уже опилили машину, она проявилась. Итак, жена Дмитрий уверяет, что, конечно же, муж не хотел убивать Инну. Он сбил ее автомобилем, возможно, испугался. По пути они поругались, он оставил ее там, где-то в лесу. Казалось бы, кровь на автомобиле и в автомобиле неопровержимое доказательство преступления. Однако, муж погибшей Инны не верит в версию милиции. Встречайте, пожалуйста, Олег Клочко. Значит, вы не верите в версию милиции? Нет. Почему? Во-первых, то, что показал суд Медиспин, при вскрытии, у нее переломаны ребра с обоих сторон. Удары наносились тупым предметом. Или это рука, или кассет, или еще что-нибудь. Переломаны все ребра. Издевались над ней порядка часов, часа три. Издевались? Да. То есть, били, ломая кости, ребра? Да. и пробита подъязыковая кость, это кадык. Господи. все эти травмы несовместимы с ДТП. Но ведь такие травмы нельзя получить в ДТП. Нельзя получить. Смотрите, вы сказали, что после ДТП она была еще жива. То есть, после того, как ее избивали, по вашей версии, то есть, что ее хотели добить, чтобы она, чтобы убить ее уже. какая цель? Ну, в течение трех часов ее пытали. То есть, три часа она была еще жива после ДТП? А три часа это выводы судмедэксперцизера? Это да. То есть, три часа над вашей женой измывались? А скажите, пожалуйста, чем занималась ваша супруга? Она инспектор налогинспекции. Слушайте, а могло это быть, к примеру, заказное убийство? Я не думаю. Почему? Ну, заказать ее мужу ину, чтобы он там стоял, поджидал ее. Но, Дмитрий, предприниматель, ваша жена налоговый инспектор. Она, Юрий, не по физическим лицам. Они не пересекались, правда? Никогда в жизни. У нее крупный субъект, это не тот уровень. А если им предложили деньги взять вину на себя за то, что пытали вашу жену? Может быть, ее затянули в машину, вывезли за город. Это примерно километров 30 за городом при выезде с Пикерса. 30 километров? От того места, где случилось. То есть, ее увезли за 30 километров от места ДТП? Да. Таня, зачем ваш Дмитрий за 30 километров отвез Инну? Я не знаю, что вам ответить. Я не могу сказать. Но тело нашли именно там? Да. Он показал, ошибся, где-то километра, ну, где-то на километра полтора. То есть, Дмитрий сам показал то место? Он говорил, что я ее привез сюда, может, ну, скорее всего, мертвой, но, может быть, она еще была жива, я пульс не проверил, вытащил ее и бросил в лесопосадку. Показал лесопосадку, где-то она находится. Потом... Но это было не то место. Я извиняюсь, откуда вытащил? С салона или с багажника вытащил? С салона. А с какой машиной? Легковая или... С 99-й, да. Именно там есть свинину возят. Свинину возят, да? То не микроавтобус, получается? А телефон нашли в микроавтобусе? Телефоном он пользовался. Это то установлено? То есть он хотел, чтобы он... Телефон по... Когда спросили, откуда у него телефон, он объяснил, что нашел ее на полу, она лежала на заднем сиденье, подобрал этот телефон, выкинул сим-карту, подождал несколько дней, и там с 3 или 4 числа начал им пользоваться. Может, он все-таки кого-то покрывает, и там была группа лиц? Потому что логика вообще отсутствует в тех показаниях, которые он дал. И он не показал места. Слушайте, вы его видели на этих следственных мероприятиях, но вы можете сказать, что эти показания давал человек, которого придудили вот это давать, выбивали из него эти показания? Ну, скорее, это был человек, который пил 5 дней. 5 дней не просыхал? А скажите, пожалуйста, вы верите сами, что вот этот вот муж этой Татьяны совершил такое преступление? Ну, по крайней мере, он при этом присутствовал. Значит, о том, что Инну могли убить действительно несколько человек, а то, что это преступление совершено группой лиц, как это говорится официально, уверенно, и дочь погибшей Инны. Пожалуйста, встречайте, она тоже сегодня приехала к нам в студию. Анечка, выходите, пожалуйста. Ань, а почему вы уверены, что маму убили именно несколько человек? Бо вона святкувала Новый рік с бабушкой и дедушкой. Ей дедушкой провел там небагато. Когда она пошла домой, одна потом перезвонила на дедушки номер, они подняли трубку и было чути голоси. Было очень просто чутко чути голоси. Человечий плюс жіночий голос. Внимание на экран, друзья. Чути шум, такий, як у телевізор, ну, говорить десь дальше трошки жіночий голос чути і мужський голос. Ну, я не можу, я не питаюсь. Я почував мужський голос. Ну, это було секунди какие-то. Мужський голос і деду вроде заляка женський слишне. Так, значит, получается, что ваш папа пошел проводить Инну, потом, уже вернувшись домой, ваш отец через какое-то время набирает на телефон? Нет. Она звонит? Она звонила с ее телефона. Да. На телефон отца. Но она ничего не говорит при этом, Инна? Нет. То есть, ее голоса нет. Слышны голоса других людей? Мужчина і жінчина. Слушайте, значит... Это момент убийства. Да. Фактически. Тань, давайте вернемся еще раз к событиям той ночи. Где вы были той ночью? В дома спала. А кто это подтвердить, может, что вы спали? Ну, я можу це підтвердить. А кроме вас? Потому, что я не... Якщо я выпиваю, то я понятно, что я пособію... что вы были злезвы. Я, вы... Когда я выпиваю... Далеко от вашего дома? Сколько минут ходьбы? Место ДТП от вашего дома? Ну, буквально... Метров сколько? 100-200 км? Сколько? Километров 7, наверное. 7 км? То есть ваш муж проехал 7 км до того, как Хазбетинну... Почему вы пытались везти в заблуждение следствие? Зачем? С самого начала, когда только к вам пришли. Почему вы сказали, что вы ехали на машине, вы попали в другой области, в ДТП? Не в другой области. Ну, вы сказали, что машину ударили. Я сказала, я ехала, меня развернуло. Что вы ударили? Зачем? Вы были в сговоре с вашим мужем? Я не говорила с ним ни про что. Вы говорили 5 суток, вы о чем-то с ним разговаривали. Нет. Вы взяли его вину на себя. Из-за чего? Не вы замывали кровь на машине? Не было крови на машине. Зачем? Почему вы взяли на себя? Его вину? Вы сказали, что ударили машину. Почему? Я не знаю. Если вы что-то знаете, скажите прямо сейчас. Я не знаю. Вы были вместе с ним. Нет. Я все что знаю. Мы приехали домой, поставили машину в гараж. Выйшла его мама. Добрый вечер. Все, пішли в хату. Я легла спать. Это все, что я знаю. Почему вы взяли его вину на себя? Почему сказали, что вы ударили машину? Я не знаю. Вы будете відповідать перед Богом. Я знаю, я знаю, что буду відповідати. Почему вы взяли его вину на себя? Я не знаю, чего. Я не могу сказать, я не знаю. Я вам отвечу, почему она так сделала. Потому что она жена своего мужа. И первое, что она сделала, она защищала свой дом, свою семью. Чем? Чем? что она принимает на себя все, что обвиняет ее семью. А больше не знала, что было убийство? Или знала? Ну, не. Если бы знала убийство, тогда да, покрывает свое ум. Если бы она знала убийство, я думаю, чтобы они предприняли бы все меры, для того, чтобы никто ничего не нашел. У меня вопрос к мужу погибшей. Да. А где были вы в новогоднюю ночь? Я служу в городе Донецк. В это время я находился там. Скажите, пожалуйста, а вы с женой вместе жили? Ну да. Вместе жили? Просто вы той ночью были на службе. И еще у меня вопрос к вам. Вы сказали, что вроде ДТП. То есть у вас какое-то сомнение, своя версия. Да. Я думаю, скорее всего, несколько людей в машине в пьяном угаре затянули ее, вывезли за город, за пекевец, и там над ней издевались. Потому что, когда искали тело, когда искали тело, сначала нашли ее одежду. Где-то в метрах 800 километра от тела была найдена ее одежда разорванная. Ну, по дороге, видно, пока ехали, выкинули в окно со стороны водителя. То есть, а раздевать начали что, уже в салоне машины? Ну, видно, ее везли уже голым. Ее в конце натянули просто джинсы на голое тело и выволокли в поле. Скажите, а какие-то следы насилия имеется в виду сексуального были? Ее изнасиловали? По первой, только через две недели будет уже биохимия известна. Поэтому сам повреждение половые органы имеют. То есть, сейчас можно говорить о том, что ее еще изнасиловали? Да. Таня, значит, ваш муж, Дмитрий, сознался в совершении этого преступления. Ну, я уверена, винины на силу. Алексей, возможно, он пошел допивать водку с друзьями и они упились до такой степени, что совершили преступление. Это так бывает, когда люди упиваются вот до такой степени. А в пьяном угаре можно такое сделать? Да, да. Дело в том, что грань поведения, грань допустимого поведения в пьяном состоянии, в выпившем, и когда это группа, грань стирается абсолютно. Они уже не слышат ни криков этой женщины, они не видят уже возраста, что это, уважаемая женщина, что это не девочка в короткой юбке. То есть, это говорит только о том, что люди уже совершенно пьяны, и эта группа в группе проще. Я хочу сказать, что часть преступления, которая была говорена вслух, он действительно ее берет на себя. Как будто бы он ее сбил, как будто бы он ее вывез и так далее. Он не знал, чем закончится на самом деле это преступление. А скорее всего, та группа, которая участвовала в этом всем, потом издевались, что-то из нее выбивали, скорее всего, какую-то информацию, имитировали изнасилование, которого он знать просто не мог. Он знал. Его вывозили сначала, от него вывезли на то место, оттуда он показывал. Не могли найти долго, потому что он сказал, что выложил, положил ее в посадку. А труп был вытащен в поле. И в поле практически найти не было. Нашли случайно. Давайте сейчас посмотрим, друзья. Вот как, собственно, продолжались. Вшли, вернее, эти поиски. Значит, я еще раз хотел бы обратить внимание, что милиция все-таки искала или вы искали со своими друзьями самостоятельно? Первые два дня мы искали самостоятельно. Почему? Слідчий написал заяву 3-го числа, 4-го він мені позвонив, каже, ну, что я могу запропонувати. Каже, нас четверо людей зараз працює, свята. Ми хіба що можемо обойти генделики, злочені місця, і подивитись. Тобто це все, що він міг запропонувати нам, повністю все. 5-го числа він мені перезвонив і сказав, будь ласка, приїдьте на допит там о котрій годині, і ваш брат Олег теж буде. Тобто він не знав, що Олег навіть мій тато, а не брат. Тобто слідчий взагалі, він займався, не займався. І Дмитрий все-таки не точно указав місто. Ну, от я сейчас показую. Це ближче сюди. Тут однообразна місця, можна ошибиться. Кілометрів на об'єд. В открытой місці полтора кілометра плюс можна ошибиться. Це нормально. Це не должно вас. Але був ли розчет, що тело вообще ніколи не знайдуть? Ви ведь нашли случайно тело? Да. Якщо б не такі масові поиски, тіло б знайдено не було. Вот до після цього, ось коли його привезуть, не знайдуть тіло. Основна, злістами місці зараз уедуть, остануться тіково на служащі, участкові. І де-то часа через полтора знайдуть тіло. Да, Симонна, і тіло не закопали. Але к моменту його обнаруження, ось було розтерзане уже животними і птицями. Ще б неделька чи інша, і взагалі б тіло не знайшли. Ви розуміють? Ви розуміються ситуація. Був ли розчет на те, що тіло вообще не знайдуть? Видіте ли, треба повернутися к состоянию Таніного супруга. Діло в тому, що люди, які знаходяться в состоянии оп'єнення чи пребувають, імеючи проблеми зі спиртними напитками, вони дуже внушаємі. Їм потрібно внушити все, що угодно. І він буде производити сам, вірюв, в те, що йому вложили в голову. І тут для мене це виступлення не зовсім ясно, як для вас. І я не можу сказати о нім, о нім, як о чоловіке безсовісти і так далі. У нього сем'я, у нього двоє дітей. І при всім при цьому, при всім при цьому, со всім соглашається. Мало того, соглашається, вони не прячуть сліди травмы автомобіля. Якщо б був умысел, ну, согласість всі, знає, що ти завершив, безусловно, ви отреагатували машину. Іменно психіатр, а не криміналіст. Іменно психіатр, це розказ. Дякую за розказ. Дякую за розказ. Дякую за розказ. Якщо б это можна було б сделать, то ні одне прістюплення не було б раскрыто. Бо б идеальне прістюплення. І телефон, і відметки. Все це указыває. Все це указыває. Якраз, що це фон. Прістюплення без розкрытия, без наказання. Я не спорю. Есть Бог, є справедливість, є закон. Рано чи поздно вибіцю знаходять. Едуард, але дело в тому, що все уліки проти нього. Мені понятно, да? А мені непонятно. Коли людина збиває жінчину, да? Возить в лес 30 км, вибрасує. Це ви бачили, Едуард. Це все злово. Ось сам признається. Да він говорить про це. А хто йому вложив це? Я хочу вставити ще одну мисль. При полному пассивному поведенній милиції, прошу обратити внимание, всього 4 чоловіка в отделі, які считали даже папу, мужа погибши, її синим. 6 числа вони вже задержали преступника, а 7 числа тільки нашли труп. Як таке може бути? Для мене це дійсно все указує на нього. Це слишком просто. Він в автомобілі виїжджав, жена подтверджає. ДТП свершилось, да? Женщину збили. Женщину збили, да? Дальше. Телефон нашли у нього. Так? Четвертый. Он признался. Пятый. Он показал, где это была, разница полтора километра. Шесть, семь, совпадений. Случайного не бывает. И все. На обратном путь, когда его задержали в Кировоградской области, везли двумань, он угробил по пути милиционера. Ехали в машине, его посадили, не знаю, как могло произойти, садят за руль. Справа находится милиционер, он обращается к милиционеру, если у тебя дети, он говорит, да, двое, ну тогда извини. И пытался сбросить автомобиль с моста. Как это? Подождите, это когда было еще раз? Это было шестого числа. Это что, следственный эксперимент проводили такое? Нет, это его доставляли в УМУ. Кто за рулем был? Он. А он был за рулем? А как же он был за рулем-то? Подозреваемый за рулем. Кто это вам рассказал? Самжевана противники его. Кто это вам рассказал? Это мне рассказали в милиции. Милиционер его посадил за рулем. Вы же военный человек. Вы же военный. Отбросьте амбиции сейчас и эмоции. Вы же понимаете, такого априори быть не может. После этого, когда машина... Подозреваемый не может сидеть за рулем. Нет, могли, знаете как, мог быть обычный разговор. Приходит милиция, мы это не раз слышали. Пройдите с нами в участок, он садится за руль, берет милиционер, проезжает. Ему же не говорят, что его обвиняют сейчас в убийстве. Ему говорят, ну вот надо там что-то сверить, проверить. А человек перемещается спокойно. А не показалось ли вам случайно, что вот это указывает на, скажем так, обвиняемого, вот это? Плюс дополнительно, что милиционер рассказывает, что его тоже чуть не убил. Какой-то убийца получается. Когда его затримали, его взяли по телефону. С привода вашего вопроса, почему так быстро то не находили взагалі, а тут раз и знали тело. Почему так? Нет, тело его. Почему его нашли? Дивите, потому что сейчас по новому кодексу телефон можно по имейу пробовать только по решению суду. А так как были свята, судья не выходил на работу. Как только он вышел 6 числа, сразу был дозвіл и сразу его нашли в этот момент. Значит, а он телефоном все-таки пользуется, да? Он же вывел с телефоном. Он использовал, там стояла его сим-картка. И затримали его за вопросом, где у вас этот телефон. А не за вопросом, что вы убили человеку. Нет, он сказал, я этот телефон купил в Умане. И его посадили в машину и сказали, давайте проедемо. Это был недопыт. Но ведь он мог купить телефон в Умане. Не подбросили, а телефон Дмитрий ваш купил в Умане. Вы не могли, не видите, что муж пользуется каким-то новым телефоном? У него был старый черный телефон. Да, но подождите, но он им пользовался. Я его отправила в магазин 2 числа. Минулого року купили магазин, он работал снова в магазине. До 2 числа в него был свой старый черный Nokia. А потом? А потом я его до 6 числа не бачила. А где он был? В магазине, он работал и жив. Подождите, он и ночевал в магазине? Это другой населенный пункт, я права? Другой населенный пункт, правильно? Учитывая, что милиция рассматривает только версию ДТП, возможно, они знают виновных и просто их покрывают. Вот послушайте, вот действительно, могли ли в связи с этим Дмитрию в милиции предъявить настолько веские какие-то, я не знаю, обвинения, информацию, что чем-то его напугали, что он взял на себя вину? Могло такое быть? Да, там семья и двое детей. Олексей, мне интересно, вот вы можете дословно сказать те слова, которые сказал вам человек? Вот мне это очень интересно. Коли нам позволили с ним 10 минут поговорить, когда я ее обняла, он говорит, ты меня сильно не прижимай, потому что у меня очень болит тело. Каже, меня очень болит тело. Каже, не прижимай меня сильно до себя. И такое чувство, я очень боюсь сходить в туалет. Что, ему все отбили, поэтому он боится ходить в туалет? Да, он говорит, мне больно сходить в туалет, все тело болит. Но лице в него было нормально. Лице не можно, я уже на станцию везли, лице же не можно бить. Лице в него было нормально, а вот говорит, что руки порвали наручниками и все тело болело. Наша следующая героиня, друзья, провела с коллегами собственное расследование, сопоставив статистику убийства за последнее время в Умане. И результаты шокировали. Встречайте, пожалуйста, журналист Виктория Михайлюк. Итак, Виктория, ваша газета отслеживает криминальную хронику. Вы сопоставили статистику убийств. И к какому результату вы пришли? Мы пришли до того, что, по-перше, нас пантеличило за убийство, потому что побачили, что оно схоже на попереднее. Мы подняли наш архив и подивилися, что это уже третья... Это уже третья убийство, которое произошло в Умане за последние 9 месяцев. Первое убийство было в червне. Знайшли женщину 69-го года. Знайшли ее в районе села Полянецько, это наш город, в лесопосадке. Друге убийство сталося в жовтні. Женка была 71-го года. И ее знали в нашем дендрологическом парке Софиевка, так же среди дерев. И третья была смерть, это уже Инна. И подождите, все эти убийства, они были действительно очень похожи? Да, они были очень похожи, потому что все женщины, абсолютно всех женщин, их били. И там у них схожи были. Из них просто знущались, их квалтовали. Но еще, например, за Инну мы точно не можем сказать, квалтовали или нет, потому что результатов экспертизы еще нет. А передние убийства, то так и было. То есть женщин избивали, издевались, а потом убивали. И каждый раз милиция находила преступников? Да, милиция очень быстро находила злочинцев. То есть, ну, в первые буквально дни находила. Сколько обычно в таких случаях надобилось времени милиции, чтобы найти преступников? Ну, неделю, два, где-то так. Подождите, и у тех, у расследований предыдущих преступлений тоже есть схожие черты страны милиции? Милиция всегда действовала по одному и тому же сценарию? Ну, все, кого нашли, кто это мог бы сделать, это были засуджены перед этим люди. Возможно, следующая информация, о которой я вам сейчас скажу, вас удивит или даже шокирует. Действительно, она очень и очень неожиданная. Несмотря на то, что Дмитрий, как утверждает его жена, примерный семьянин, и никаких тайн никогда у него от супруги не было. Он отец двоих детей, которого бес попутал в новогоднюю ночь, и он уселся пьяным за руль. Но, очевидно, попутал его бес уже не первый раз. Почти 20 лет назад Дима жестоко изнасиловал свою несовершеннолетнюю односельчанку и отсидел 7 лет. После изнасилования в 15 лет девушка получила травму на всю жизнь. Она постоянно находится в депрессии. По понятным причинам не хочет, чтобы ее лицо видела вся страна. Пообщалась с нами, но сделала это не на камеру. То, что она рассказала нашим журналистам про Дмитрия, нас, честно говоря, очень и очень удивило. Внимание на экран. Я не хочу это уже вспоминать. Жизнь украли. Украли первую любовь, украли первое життя, первое любви. Украли и человек, украли и дитину. Вот мне все время кажется, что он украл моё життя. У него такая фишка, он собе догоняет жертву, душит её, чтобы, во-первых, никто не почувствовал. Да, он меня догнал, задушил полностью, блин, побил конкретно, и всё. Он мне еще напоследок сказал, что у меня есть друзья, и мы будем тобой пользоваться друзьями. Судя по тому, что я знаю, я знаю, я говорю, что он там закопал не одну. Если он еще там побьет его, хорошо, он может еще и признается, кого он там все закопал. Я иногда думаю, что у этой женщине больше повезло, чем мне. Я даже не знаю, лучше, может быть, померла бы, и то лучше, чем так жить. Я хочу сказать, что нужно было, чтобы она сюда пришла и сказала, кто действительно это делал. Потому что, когда это произошло, мама той женщины, которая это сделала, у 8 часов ранку назбирала 3000 долларов, это все знают, все в селе знают, что она назбирала гроши и занесла, им откупилася. А это был его кум. И про это святки знают, про это судья знает, про это все знают. Но мама откупила своего сына, а посадили цего. И она про это знает, из-за чего она не показала лице, из-за чего она сюда не пришла. И вот она таку сказала. Слушай, Таня, подождите. Как не повезло ему, представляете? Первый раз там ни за что, сейчас ни за что. Да он белый пушистый. Да. Танечка, ну простите, но прошло уже 20 лет. И эта женщина могла бы говорить не про Дмитрия Мельника, а про его кума. Ведь ей нечего бояться уже. Она, честно говоря, сказала нам о том, что... Чего она не показала? Зачем ей показывать? Чтобы на нее пальцем показывали. Но, слушайте, жизнь, судьба с ней поступила и так очень жестко. Я думаю, что если все сейчас прослушаем, как она говорит и что она говорит, то здесь, ну я воздержусь, здесь есть психиатрические особенности этой женщины. Вы не замечали за ней? Она... Я вам скажу больше, она так легко боится. И это связано совершенно, может быть, не с тем, что он это совершил, а по всей видимости связано с тем, что у нее появилась возможность еще раз этому Дмитрию населить и наказать его. Я это заявляю со всей ответственностью. 100%. Врет. Я поддерживаю. Женщина, которая дает интервью, врет. Слушайте, но тогда какая ситуация получается? Либо действительно Дмитрий Мельник очень удобная сейчас такая... Мишень. Очень удобная персона для того, чтобы свалить на него очередное преступление, которое было совершено в округе за неполный год. Или же это действительно насильник, у которого случился рецидив. И, возможно, именно он убил тех двух. Но это предположение. Что вы думаете? Я позволю сказать мнение психиатра. Я уверен, что Дмитрий не совершал этого преступления, как бы там ни было. Что касается насилия и что касается избивания. То, что, на мой взгляд, он оказался и по всей видимости вы, и вы высказывались, как очень удобная жертва, козел для заклания, мишенька, хотите это назовите, но действительно он очень удобен. Значит, Виктор, вы считаете, что он не завершал этого преступления, и просто он сейчас очень удобная персона для того, чтобы слить на него это преступление. Так? Во всяком случае, я в этом уверен. Да, Василий, прошу. Вы говорите, что он белый пушистый. Если вы сталкивались с этими людьми, которые отсидели в тюрьме, правильно? Вот человек, который изнасиловал женщину, ребенка, девушку, он выходит живым из тюрьмы? Конечно. Нет, не выходит. Вы рассказываете, я каждый день езжу по тюрьмам зонам? Или опущены, меня будут учить. Кому-то вы рассказываете, по понятиям, что будете мне рассказывать. Вы что здесь по понятиям? Подождите, скуночку. Я езжу по тюрьмам зонам, с ними встречаюсь. Ну? Ну и что ну? Кто там сказал, что его там убивают или что-то делают? Да убивают таких людей. Кто вам сказал такое? Это люди, которые сидели. Кто сказал? Я езжу по тюрьмам и там вижу их. Каждый божий день. О чем вы говорите? Аня. Олег, все-таки что думаете вы, действительно это возможно сделал Дмитрий, он причастен к этому? Или это некий маньяк, преступление которого сейчас вешают совершенно на других людей? То, что он был 100%, был еще кто-то, вероятно, может быть, жена его там была, я не знаю. То, что она ни с того ни с сего начала брать вину на себя, когда приехали, говорит, что она ДТП совершила на машине. Ради чего? Не ДТП, а... Она сказала, что это я ударила машину. Зачем? Ни с того ни с сего? Людина, в которой нашли телефон, она едет просто и совершает пробу самогубства. Или убийство хотела совершить, чтобы избежать. И прибыли с собой четверо людей, которые сидели в машине. Вы всю программу сидите и держите друг друга за руку. Как вы вообще пережили эту смерть вашей работе? Это объяснить невозможно. Невозможно объяснить, когда тело нашли изуродованное, когда похороны шли, что сейчас с моими родителями, как я ее отцу звонил, это объяснить невозможно. Ну, и пережить не простить. Это говорит Украина. Спасибо, что вы станете. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ